Всем привет! Жара уже надоело, поэтому мы с вами отправляемся в Магадан. Как в песне, едем в Магадан. Единственное отличие, что это санаторий Магадан у Лазовского. Цена шведского стола всего 360 рублей. Нормальненько. Как-то я здесь был давным-давно еще. Когда температура, температура на это табло, цифровое табло показывало температуру, я не помню, какую-то космическую. А было это ранней весной, наверное, или может быть даже осенью, я не помню. Температура явно была ниже. Тем не менее, не все понимали, не все понимали, что это поломался прибор. Реакция была прям просто замечательная у некоторых товарищей. Не знаю, может быть сейчас вообще 70 показывают на солнце. Посмотрим. Вот такая вот зеленка. Виноградный, виноградный. Что это такое? Так, вода 27, воздух 30. Нормально. Итак, пляж Магадан где-то здесь. В прошлый раз я показывал вот там вот, оттуда возошел. Ну, я так понял, что здесь есть проход какой-то, а вот непосредственно Магадан здесь. Тут кафе Фрегат. И, в принципе, вот он, пляж. По большому счету, я не знаю, что он показывает, так как все пляжи в большинстве своем похожи. Есть зона тут детская. Песни, слава богу, и наши. А вот товарищ, который сидит с буноклем там, я не пойму, он то ли в море смотрит, то ли на девушек, которые лежат, загорают. Явно море не там. Да, вот смотрите. Есть такое. Это детская зона, видимо, это дети плавают. Не филы такие детки. А мне интересно, какая водичка в Лао. Отличная водичка. Чистая, прозрачная. Ну, я так понимаю, что на всем побережье сейчас чистая, прозрачная вода. Вот так, ребят, пляж санатория Магадан, он такой большой, просторный. В этой части, вот именно после эллингов, там, где эллинги, уже тоже нормальный пляж в Лао. Точнее, с эллингов начинается нормальный широкий пляж в Лао. Вот так вот. Хотел вам сказать. Все, что в районе центральной набережной, там, к сожалению, картина гораздо хуже. Людей, как видите, я не скажу, что много, но люди есть. Хотя, с другой стороны, вы же знаете, какое число уже. Уже конец августа. Сейчас отъезд, все пионеры, школьники, студенты уже уехали. А самые хитрые, которые обычно приезжают в бархатный сезон, еще не приехали. Поэтому вот людей мало. В Лазовской, наверное, тоже поменьше. Надо будет обратить на это внимание. Там моделька фотографируется. Так, спасатель, смотри на воду. А то, не дай богу, кто-нибудь утонет, а он рассматривает там девчонок. Там буквально метров 300, наверное, 500 вперед горный воздух. Технической зоне купания запрещено. Ну, честно говоря, пустовато в технической зоне. Кто любит песочек, обратите внимание. Здесь полпляжа. Здесь центр водных аттракционов и развлечений. Желаем всем хорошего настроения и приятного отдыха. Что-то никто особо не хочет, судя по всему. Передаем привет из поселка Лава. Давайте, давайте, передавайте. Приезжайте в гости, у нас все хорошо. Спасибо. Отдыхаем, хорошо, красиво, прекрасно. Желающие прокатиться на банане занимаются. Вот, и меня заметили, видите? Следующий заезд. Но желающих все-таки прокатиться мало. Мало, это же людей. А пляж шикарный. Широкий, просторный. Вот такой вот пляж, ребят. В районе, опять же, обращаю ваше внимание, в районе санатория Магадан. Дальше горный воздух. Не менее широкий пляж. В противоположной стороне, как вы знаете, Эринги. Там тоже нормальный пляж. А вот, где центральная набежная, все-таки походят. Будем откровенны. Меня часто критиковали, что я говорил, что в лаву нету пляжей. Я такого не говорил, ребят. Я говорил, что там, где набежная, все время оправдываюсь. А говорил же вчера, не оправдывайся никогда. Не оправдывайся. Просто показываю, пускай люди сами смотрят и думают. Бесплатный туалет тут тоже есть. Ну, а в лаву, как мы поняли, доброжелательные люди. Все хотят, чтобы вы приезжали. Все добрые, все хорошие. Видите, приветливые ребятки. Так что, все, кто направляется в лаву, вас тут ждут. И все будет хорошо. Ну, а я вот такой коротенький ролик. Экспресс-метод ландоудовый, как я говорю периодически. Всем пока.